Девочки, привет! Меня зовут Анна Кафырина, а вы на моём канале YouTube. Сегодня я хочу поднять такую актуальную тему – это сапоги, которые стоит выбрать в этом сезоне, если вам нужны новые сапоги. Итак, самая актуальная модель сапог в этом сезоне – это сапоги в стиле 70-х. У них прямое, не облегающая ногу, голенище, прямой устойчивый каблук, мыс либо самый трендовый квадратный, либо овальный, либо чуть заострённый. Выбирайте тот, который вам больше по душе. Такие сапоги прекрасно смотрятся с юбкой миди, в которую они заходят под подол вниз, так что верх сапогов не видно. Такие сапоги прекрасно смотрятся с брюками и джинсами, заправленными внутрь. Брюки, кстати, должны быть широкими. Если вы готовы на такой тренд, то смело берите в свой арсенал и используйте. Если нет, используйте либо ваши брюки скини, джинсы скини, либо просто прямые джинсы или брюки. Следующая актуальная модель сапог – это сапоги с широким голенищем, так же, как и предыдущие варианты, ходящие до колена. Но у них маленький каблучочек, который называется Китон Хиллс. Такие сапоги идеально подходят девушкам миниатюрным, девушкам хрупким и маленьким. Но девушкам, которые крупные и в размере плюс сайз, нужно быть аккуратнее. И лучше всего отказаться от такого каблучка, потому что может быть перекос в пропорциях и может быть немного странный образ. Поэтому аккуратнее, обращайте на это внимание, но лучше откажитесь. Следующая очень актуальная модель сапог – это казаки, особенно высокие. Они идеально смотрятся с денимом, с легкими платьями, с джинсами или с брюками, заправленными внутрь них. Очень круто смотрятся с брюками, заправленными внутрь казаков. Но это такой тоже пограничный тренд, который не всем нравится и далеко не всем подойдет. Поэтому решайте уже для себя, нравится вам он или нет. Выбирайте классические казаки – черные, белые, серые или беж, если хотите, чтобы они вошли в вашу собственную базу. Либо выбирайте какие-то яркие акцентные модели с интересной текстурой, из интересных материалов, и тогда они будут делать акцент в вашем образе и привлекать себе повышенное внимание. Следующая, самая любимая лично мною модель сапог на осень – это сапоги-чулки или сапоги-батфорты. Они могут быть сделаны из замши, из кожи, из ткани, из чего вам больше нравится. И у них такая особенность, что они должны заходить сильно выше колена. Тогда в этих сапогах вы проходите не только осень, но и зиму, потому что вам будет тепло. Отличительная особенность сапог-батфорт или чулок, как их еще называют, то, что они сверху на резинке, и вы можете подрегулировать их на своем бедре, чтобы они не сползали. И вообще голенище этого сапога, как правило, облегает, и оно тянется. Некоторые сапоги-чулки бывают с тянущейся замшевой верхней частью. Чаще всего, конечно, верхняя часть у них сделана из текстиля. Если выбираете сапоги, такие батфорты-чулки на каблуке, тогда лучше отдайте предпочтение замшевой или тканевой модели, потому что, если она будет кожаной или, не дай бог, лаковая, будет сильный отсыл к фильму «Красотка». «Красотка» не уверена, что все захотят создать именно этот образ, и чтобы именно так считывали вас окружающие. И последний, самый главный тренд этого года – это сапоги-говномясы, мартинсы, как их только не называют, но это массивные ботинки на шнуровке, которые идеально сочетаются, вообще, мне кажется, со всем. Они идеально подходят под платье, под джинсы, под брюки, под юбки, под все. Со стилем гранж они выглядят просто восхитительно. Раньше их делали фирмы «Мартинс», поэтому их так и называют либо «гриндерсы». Сейчас первыми, кто выпустил их в свет на подиумах, это был бренд «Боттега Винета», и после них этот тренд подхватили все с рестайлеры, все самые главные модницы всех стран. Поэтому, если хотите быть в тренде максимально быстро, покупайте себе мартинсы и носите их абсолютно со всем, с любыми луками они смотрятся и подходят ко всему, практически ко всему идеально. С вами была Анна Кафырина, ваш гардеробный доктор. Если видео вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Если же у вас остались вопросы, пишите их под видео в комментариях, обязательно постараюсь на все ответить. Или задавайте и присылайте свои фотографии с вещами, на которые у вас вопросики, ко мне в директ в Инстаграм, и я обязательно помогу вам с ними справиться и решить все ваши вопросы по имиджу и стилю. Всем удачи! Пока-пока!